Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст в 24-й беседе на книгу Бытия, 28-й, говорит, что устремляющий мысли свои к Богу легко совершает подвиги добродетели. Когда душа устремляет мысли свои к Богу, то уже не может обольщаться видом предметов чувственных. Но, проходя мимо всего чувственного, вернее, этих находящихся пред нашими глазами предметов, созерцает предметы, невидимые для телесных глаз и не подвергающиеся переменам, но постоянно пребывающие, неизменные и непоколебимые. Таковы умственные очи. Они постоянно устремлены к созерцанию небесных предметов и, озаряемые их блеском на предметы настоящей жизни, смотрят как на тень и сновидения, нисколько не обольщаясь и не увлекаясь ими. Напротив, увидит ли богатство, тотчас посмеивается ему, зная, что оно не постояние всякого беглого раба, переходит от одного к другому и никогда не остановится на одном месте, но еще и причиняет множество зол своим обладателям и низвергает их в самую бездну погибели. Увидит ли красоту телесную и ею не обольщается, представляя непрочность ее и изменяемость. Как, например, иногда болезнь вдруг портит всю красоту, как даже и без болезни, старость делает прежде благообразное лицо некрасивым и безобразным, а смерть, наконец, разрушает всю красоту телесную. Увидит ли какого-либо облеченным славой или властью, достигшим самой высокой степени почестей и наслаждающимся полным благодействием, и на него взирает, как на человека, который не имеет у себя ничего прочного и неизменного, но гордится тем, что утекает быстрее речных потоков. И в самом деле, может ли что-то быть ничтожнее всей славы настоящей жизни, когда она сравнивается с цветом травным? Всякая слава человеческая, говорит Писание, как цвет на траве. 1 Петра 1 глава 24 стих, Исайя 40 глава 6 стих. Кто воспламеняется любовью к Богу, тот уже не хочет более смотреть на предметы, подлежащие зрению телесному, но имея у себя другие очи, очи веры, постоянно устремляет ум свой к небесным предметам, и их созерцает, и, ходя по земле, делает все так, как бы жил на небе, не встречая ни в чем человеческом препятствия к подвигам добродетели. Такой человек не смотрит уже ни на приятности жизни, ни на противные и тяжкие обстоятельства, но, проходя мимо всего этого, поспешает в свое отечество, как бегущий с великим напряжением, но чувственному поприщу не видит никого из встречающихся, хотя бы они в тысячу раз сталкивались с ним, но, устремив мысли свои к поприщу и быстро пробегая все, стремится к предложенной цели. Так точно и старающийся идти поприщем добродетели и взойти от земли на небо, все видимое внизу оставляет, все свое внимание обращает на поприще и не останавливается, не удерживается ничем видимым, пока не достигает самого верха добродетели. Ибо для человека с таким настроением ничего не значит и то самое, что кажется страшным в настоящей жизни. Он не боится ни меча, ни пропасти, ни зубов зверей, ни пыток, ни рук палачей, ни другой какой-либо неприятности житейской. Нет. Пусть положат пред ним горячие уголья, он пойдет по ним, как бы по лугу и саду, пусть угрожает ему другим каким-либо родом мучений, он не цепенеет при виде их и не уклоняется, потому что его душою овладело желание благ будущих. И он, как бы находясь вне тела, становится выше страданий и, будучи подкрепляемым Вышней благодатью, даже не чувствует телесных мучений. Посему прошу, чтобы нам быть в состоянии легко выносить труды добродетели, покажем великую любовь к Богу и к Нему, устремив наши мысли, не будем никаким предметом настоящей жизни останавливаться на этом поприще, но, помышляя о непрерывном наслаждении будущими благами, станем благодушно переносить все скорби настоящей жизни. Пусть ни бесчестие не печалит нас, ни бедность не стесняет, ни болезни телесные не ослабевают бодрости душевной, ни людское презрение и унижение не делает нас менее усердными к подвигам добродетели. Но все, стрявши себя, как пыль, и приняв бодрое и возвышенное настроение Духа, будем таким образом во всем обнаруживать великое мужество, и всеусердно примиримся с врагами, и все прочие страсти исторгнем из души нашей. Возмущает ли нечистая эпохоть, изгоним ее, разжигает ли гнев, утолим этот жар пением духовных наставлений, показывающих гибельность этой страсти, ибо муж ярый, говорит Писание, неблагообразен, и в другом месте всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит деянию огненной, Матфея 5.22. Возмущает ли душу сребролюбие, постараемся бежать и от этой губительной заразы, и исторгнем ее, как корень всех зол, да и каждую из возмущающих нас страстей, постараемся исторгнуть, дабы, воздерживаясь от злых, и совершая добрые дела, могли мы в тот страшный день удостоиться человеколюбия Божия. Аминь, аминь.